Встреча с Границей Так, технические границы или формально даже две по морю и по суше согласованы. У сторон нет территориальных претензий. Осталось согласовать политически приемлемый вступительный текст. Этот раунд был конструктивным, но это тоже ясно, что мы нуждаемся еще время, чтобы продолжать эту работу, эти консультации. Так что эта работа продолжается для того, чтобы найти возможный общий политический текст, чтобы, наконец, было бы тоже возможно закончить этот весь процесс так, что договоры о границе вступили бы в силе. Напомним, что главы внешнеполитических ведомств двух стран подписали пограничный договор еще в мае 2005 года. Но Рейков добавил закон о вертификации преамбулов, который говорит о действенности Тартовского мирного договора 1920 года. Москва сочла, что этот шаг дает Эстонии возможность в дальнейшем обосновать территориальные претензии. Я уверен, что сейчас довольно ясно эти красные, так называемые красные линии об их сторон, куда возможно идти, куда нет. Так что в этих рамках теперь надо стараться найти этот общий политический язык, если это будет возможно. Наконец, это тоже зависит от наших российских партнеров, с чем они могут быть довольными. Так что сейчас пока это еще действительно рано сказать. Можем ли мы, как результат этих консультаций, найти выход из этой ситуации или нет. Согласование взаимоприемлемого текста может занять несколько месяцев и будет проходить по электронным каналам. Пока министры наставных дел настроены оптимистично, и целью переговоров остается подписание договора. Ведь, как правило, граница между государствами должна быть оформлена юридически. Но многое будет зависеть от усилий дипломатов. Владимир Михалков, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал. Продолжение следует...